Радиационный контроль земельных участков состоит из следующих работ. Первое. Измерение концентрации выхода на поверхность земли газа радон. Оценка радоноопасности участка проводится на основе измерения плотности потоков радиоактивного газа радона из грунта. Измерение плотности потока радона выполняется в два этапа – полевой и камеральный. На первом этапе подготавливаются соответствующим образом лунки и расставляются камеры с активированным углем. Камеры должны простоять не менее 4 часов в грунте. Если грунт сильно влажный, то измерение нужно отложить, так как на выходе будут некорректные данные, в несколько раз заниженные. На втором этапе в лаборатории рассчитывается плотность потока радона из грунта. Ошибочно думать, что если под пятном застройке будут выявлены аномальные значения потоков радона из грунта, то участок следует либо в спешке продавать, либо просто забрасывать. На этот случай имеются специальные меры по защите будущего здания от радона. Чаще всего они не бьют по карману застройщика. Безусловно, в случае если вы обнаружили превышение в уже построенном доме, то вы понесете несравнимо большие финансовые затраты, чем если бы вы провели радиологические исследования перед строительством дома. И в случае необходимости заложили в проект дома радонозащитные мероприятия. Второе. Пока радоновые ловушки накапливают данные, специалист проводит измерение гамма-излучения, которое проводится в два этапа. На первом этапе выполняется гамма-съемка территории поисковым радиометром. При этом вся территория обходится по свободному маршруту, либо по профилям, расстояние между которыми зависит от площади участка, с непрерывным наблюдением за показаниями прибора. Основная цель данного вида работы – это поиск возможных техногенных радиоактивных загрязнений на участке, например, советские авиационные часы, урановое стекло и тому подобное. Свежий пример – из города Перми. На втором этапе проводится измерение мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках при помощи дозиметра. Если вы уже проводили измерение радиации на своем участке, напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео следующую информацию. Место расположения участка, какой объем измерений было сделано, какие средние значения потоков радона и гамма-фона были зафиксированы, и были ли найдены техногенные радиоактивные источники. В финале всех работ результаты оформляются в виде протокола. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Чтобы моментально узнавать о наших новых интересных видео, вам нужно кликнуть на значок колокольчика, который появляется справа после того, как вы подпишетесь на наш канал. Ознакомиться с более полной информацией по данной теме вы можете на нашем сайте. Некоторые ссылки будут в описании к этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok